Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology и я, его ведущий, Крафцев Сергей. И сегодня у нас достаточно необычная тема. Знаешь, я подумал, прекрати думать. Сегодня наша тема о том, как защитить себя от эпилептоидов. Убери свой стол, ты его загадил. Ты что, шутишь? Разве похоже, что я шучу? И, соответственно, нужно подумать, да, какими главными качествами атакует эпилептоид, чем он опасен. Ты меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. А эпилептоид опасен по большей части вот чем. Ты что? Это товарищ Сухов. Сухов, говоришь? Сейчас мы поглядим, какой это Сухов. Прости меня, Грешинова. Держи! Эпилептоид — это очень упрямый человек. Если вы хотите выжить, приспосабливайтесь. Да. Эпилептоид — это человек, который нацелен на контроль окружающей ситуации. Все остальное нужно раздавить. Хочешь, чтобы я снаружи давил всякое дерьмо? Тогда никто не наберет силу, и мы... Ты возьмешь этот город. Что-то вроде того, да. Эпилептоид — это человек, который даже при очень низком интеллекте все равно способен соображать логически и думать логическими взаимосвязанными цепочками. Если ты можешь, если выпустишь меня, почему не сделаешь это сам? Потому что моя игра гораздо дольше, мистер Кассел. Понимаете? Когда я выйду из этой клетки, я не буду вести войну. Она уже будет выиграна. Это очень важно понимать. Поэтому как-либо сманипулировать эпилептоидом, пытаясь перенаправить, так скажем, его какие-либо убеждения в другое русло, у вас вряд ли получится. Это не шизоид, которого можно будет заинтересовать, так скажем, какими-то другими чакрами. С эпилептоидом такое не пройдет. С эпилептоидом могут не пройти, если он достаточно убежден в своей идее, точнее, в своих правилах. Да, потому что эпилептоид – это всегда история про правила. Если он в это погружен, вряд ли у вас получится как-то поменять окно ковертону очень быстро, передвинуть. Если перед эстероидом можно потрясти какой-либо погремушкой и сказать, смотри, это очень красиво, здорово, круто, замечательно, эстероид уже ваш. Если эстероидом можно в принципе купить, нарциссом можно в принципе купить, предложить деньги. Для эпилептоида не всегда вопрос может стоять в деньгах. Поэтому это, как и паранояльного, делает эпилептоиду очень неприятным соперником в каких-либо ситуациях. Очень тяжело с эпилептоидом договариваться на этом фоне, потому что у эпилептоида всегда есть, понимаете, какой-то принцип, какие-то свои правила о том, как они хорошо структурированы, очень точно или плоховато он себе это представляет. В зависимости, зависит все-таки от интеллекта. А если, соответственно, у эпилептоида этих правил много, то вам может быть еще тяжелее об этом договориться. То есть, если, допустим, эпилептоид, к примеру, помимо того, что бывает, что они, к примеру, бывшие военные, они еще и религиозные. Такое тоже бывает. И вот такие религиозные эпилептоиды, имея еще и военное прошлое, переполнены этим опытом и сводом правил. Да, у него с военного времени какие-то правила остались жизни для себя, еще на это религия насладилась. И таким образом, когда вы будете пытаться договариваться с эпилептоидом, нужно, конечно же, это учитывать, учитывать его биографию. И понимать, что люди бывают, такие люди бывают очень принципиальны. Они бывают достаточно агрессивны. И самое главное, что защитить себя от эпилептоидов вы можете двумя способами. Это если у вас есть какой-то огромный рычаг воздействия на эпилептоиды, чтобы он признал вашу силу. Но они признают силу, как физическую, так и, соответственно, если вы начальство, если вы действительно большое какое-то руководство, если в ваших руках какая-то власть есть, да, эпилептоид у вас какой-то большой зависимости, ну, конечно, скорее всего, он тут может подчиниться и он будет договариваться. Но если вы примерно на равных, то эпилептоид будет с вами воевать, он будет отстаивать свою точку зрения и бороться за лидерство. Так как именно девушка задавала вопрос, как защитить себя от эпилептоида. Если вы шизоид, очень тяжело вам придется, если вы шизоид, эстероид, потому что в какой-то момент эпилептоид на вас начнет давить. Эпилептоид начнет вас переделывать под себя. Эпилептоид начнет вас перестраивать под себя, под свои правила и так далее. И здесь единственный путь завоевать уважение у эпилептоида – это все равно разделять границы, четко ставить границы и бороться за них. Эпилептоиды все-таки уважают личное мнение и готовность борьбы за ваше личное мнение. Но ваше личное мнение должно быть четко поставлено эпилептоиду. Вы должны его четко озвучить, как в правилах, как в каком-то своде, как в военном каком-то учреждении. Что если и я сказала, что, допустим, ну, к примеру, я буду ходить в юбке, да, вы ему говорите, я буду ходить в юбке, и ты мне этого не запретишь, это мое право на жизнь. Если в бизнесе вы говорите ему, что мои 50% в этом бизнесе, моя доля была такая же равная, как и твоя, или я буду руководить там, к примеру, каким-то производством, неважно, еще чем-то, что-то делать, выполнять какую-то роль или на что-то влиять, Вы четко описываете сферы вашего влияния. Это очень важно. Нужно дать понятие эпилептоиду, что вы от него хотите. У них очень часто возникают проблемы, недопонимание, чего человек хочет от них, потому что другие психотипы не умеют достаточно четко формулировать свои мысли. Поэтому, если вы грамотно и структурно эпилептоиду сформулируете ваши мысли по поводу какой-либо ситуации, это уже 50% к победе. Все остальное – это сила и упорство, дамы и господа. С вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами защита.